Всем привет! С вами Виталий Щеглов. Сегодня 1 августа я нахожусь на Михайловском озере. Сюда я прибыл для участия в соревнованиях по ловле рыбы. У всех цель будет ловля карпа, а также присутствует плотва, ну и амур. Сначала производится регистрация. По сегодняшнему регламенту соревнования проводятся в течение 5 часов. Использовать можно будет одну поплавочную и одну спидерную удочку. На каждой не более одного крючка. Макс, у меня крест. Севятый. Девятый. Под девятым номером? Восемнадцатый. Крест. Семнадцатый, Макс. Крест. Крест. Восемнадцатый. Крест. Макс. Крест. Крест. Один. Крест. Крест. пищу пятое вначале я собираю вот такое вот жесткое сподовое удилище им я буду осуществлять кормление своей фидерной точки с помощью ракет на мостике конечно как-то не особо люблю ловить но здесь все-таки повезло что получается поставить рогатины прикормка у меня состоит как видите из крупной фракции это три вида разного пелица также кукуруза из банки консервирована и кукуруза из вакуумной упаковки еще добавил немного бойлов 10 диаметра разных вкусов и немного бойлов 14 диаметра их поломал порезал пополам как по мне карпа надо кормить именно такой вот крупной фракцией ведь пыль ему неинтересна да конечно он может прийти на пыль он почувствует запах придет но не останется на точке он крутанется посмотрит что нет ничего интересного никаких там крупных гранул никаких кукурузин бойлов пелица и так далее он уйдет прикормку для поплавочной точки я добавил такой вот кукурузный сироп ну а основа этой прикормки у меня также состояла из той прикормки что я кормил ракетой плюс в нее я добавил мелкой сухой фракции прикорма траппер карп она мне была нужна более для того чтобы сделать такие вот как бы комки и в общем привлечь более мелкого карпа для поплавочной точки прошел примерно час после начала соревнования и вот у меня случилась первая поклевка на поплавочную удочку карпик аккуратненько выложил поплавок и повел в сторону взял он просто на одну кукурузину насаженную на крючок овнер восьмого номера борьба длилась минуты полторы и вот небольшой карпик уже в моем подсаке как говорится от нуля уже ушел вторая поклевка произошла буквально минут через 20 после поимки вот первого карпика до этого у меня был заброс на бойлы бойлы промолчали я вытащил насадил 3 кукурузины на волос делал заброс и после запроса где-то минут через 5 буквально 7 произошла сильная подтяжка размотом где-то метра 3-4 примерно хватаю удочку подсекать при этом не надо так как карп уже сидит немного затягив фрикцион и начинаю вылаживать оснастка у меня так же как и на тренировке раннинг основная леска 018 моно и так же из нее поводок 018 моно стоит 25 граммовый грузик скользящий и опять же овноровский крючок 8 номера Главное при вываживании карпа особо не спешить не форсировать события чтобы не произошло досадных сходов обрывов и так далее третья поклёвка также произошла на фидер опять же небольшой только вот раз возможно потому что на крючке небольшой карпик брюнул он на три кукурузины насаженные на волос опять же я немного ускорил видео чтобы весь видеоролик не длился очень долго ну и после примерно двух минут вылаживания вот он уже подсакен есть много здесь карт привет пространство вот вот что подсак мы обернаем и крето разве Осталось около двух часов, решил я докормить точку с подовой ракетой открытого типа. До этого я кормил с помповой ракетой, но она как бы создает такие более сильные удары. А именно с подовой, вот эта вот открытая, падает гораздо тише. Правда у нее есть небольшой недостаток, у нее есть небольшой разлет мелкой фракции. Ну в принципе это не так уж глобально, когда более мелкая фракция разлетается по сторонам. Как бы будет более привлекать карпа таким своим пятном. Главное, чтобы основная масса корма легла на закормленное место. При ловле карпа я использую клипсу, но после заброса я ее снимаю. Потому что карповые поклевки обычно мощные, потяжки, буквально за пару секунд он может размотать пару метров. И если у вас будет клипса, у вас или удочка улетит в воду, или может произойти просто обрыв снасти. Как я клипсуюсь, потом снимаю клипсу, можно посмотреть вот в левом нижнем углу, и ссылочка на мой видеоролик. В нем я в принципе и понятный, доходчиво объяснил, как это все я делаю. А вот сама карповая поклевка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, хороший. Какой вот красавчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже не вытаскивая Ту точку. Правда разбросан таким, ну и ладно. Ну вот и прошло 5 часов соревнований. Больше я карпов не поймал, больше поклевок не было. Результат мой 4 карпа. Иду на взвешивание. Сейчас меня взвесят. Узнаем, кто победитель. Кто тут взвешивает? Пакет вон желтый. Ну как, удачно? Нормально. Нормально это? Место, конечно, не особо. Не знаю. Не понравилось. Ну я во вторник был, я там ловил. На дальнем, да? Ага. На удочку, на фидер? Три на фидер, один на поплавок. Бойлы молчали, работала кукурузина. А вы вообще сегодня не работали. Ну что, что взвешивать? Вон, вон желтый. Вот это, по-моему, чемпионский. Да, вот это. Это чемпионский. Не, ну тут только один видеорегистратор чувствует. По-любасу, только по-другому никак. Давай сначала одного большого. А там двое. Да, друзья, мы это еще иди. Все, пошли бы домой. Все, все, чемпион уже определился. Все, я видел, что разы есть. Ох. Брешь, что ли, да? Давай, ты нашел. У меня. Ага. Решенка будет, да? Ставку, стаски. Ставку. Ставка, стрижу. Дорогой. Вот, нет. Ну, круто уже что ли. Прожим. Тут самое большое. Отказ. Закрыть место плохое было. Главное. Закрыть место плохое. Закрыть место плохое. Закрыть место плохое. Закрыть место плохое. Мертвый потом, в конце дня. В конце дня мертвый. А то прутик можно дать. Погоняться дома. Закрыть место плохое. 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 Закрыть место плохое.